Поприветствуй 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 мы хуже там других, мы наоборот лучше. Я считаю, что верующие люди, они лучше всех должны одеваться, зарабатывать больше всех должны, идеи у них должны быть круче всех, они должны быть такими. Кто сказал, что верующий человек, это затюканный какой-то такой человек, нескучный, да. Мы должны быть веселыми, радостными, больше всех зарабатывающими, благословляющими, делающими добро, чтобы люди говорили, кто вообще такие, как у них получается, я хочу туда. Даже пускай у них такой меркантильный будет повод, чтобы прийти сюда, но потом-то мы их здесь и вот обуем, ой, 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 что я сказал, оденем, а не, это, запроповедуем, заевангелизируем. Так что вот так, друзья, слава Богу за нашего Господа. И мы хотим, чтобы в этот церковь, и я хочу вам сказать спасибо, это все вы делаете, это все ваше пожертвование, десятина. Мне так понравилось, как Павел говорил сегодня, и я откровение получил. Я увидел вот эту мудрость Исава, наверное, когда Исав говорил об этом, Иаков потом говорил об этом, отдавая десятую часть. Они через, я понял, что они через десятую часть втянули Бога в свои дела. Представляете? Бог ничего не знал, жил спокойно. Они говорят, а вот не будешь жить спокойно, теперь будешь участвовать во всех финансовых делах. Каким образом? А я тебе десятую часть буду отдавать. И он как бы втянул Бога в свои, скажем так, финансовые дела. Неужели Бог его не благословит? Скажет, я с тобой участник в этих делах, и я не хочу, чтобы о тебе шла дурная слава. Если бы я с кем-то был участником в его делах, и от меня что-то зависело, или бы все зависело, я бы сделал так, чтобы у этого человека дела шли лучше всех. Или нет? Почему? Потому что я с ним соучастник в этих делах, а сегодня люди отказались. Мы не будем платить десятину вообще. Неразумно. Ой-ой-ой, какие мы неразумные бываем. Слава Богу за разумных людей, за церковь Ковчег. Аминь. Аминь. Хорошо, друзья. Вчера были в Астрахани, еле прилетели домой. Лечу в самолете, рейсы отложили. Думаю, лишь бы успеть, уже подготовил проповедника, который, если что, должен был говорить слово. И думаю, нельзя вас оставить на один день. Весь Сочи залило. Молиться надо за город свой. Давайте будем молиться, потому что благословениями праведников город возвышается. Аминь. Мы ответственны за этот город. Вот не умоляйте. Вот думаю, да чего там молитва, пришел, помолился. Нет ничего. Это неправда. Бог дал нам право своими молитвами творить историю, творить погоду. Помните, Илья помолился, и три года с половиной не было дождя. А тут один день не помолились, чуть Сочи не смыло. Друзья мои, надо помолиться, чтобы дождь шел умеренно. Чтобы его не было три с половиной года, нам тоже такого не нужно. А чтобы он шел умеренно, не заливал нас. Аминь. Слава Богу. Так что мы будем молиться в среду, с утра и вечера. Тем более, в эту среду, наверное, будет вечер хвалы, да? Да, поклоняться, это так здорово. Богу. Аминь. Итак, друзья мои, мы продолжаем серию проповедей от пастуха к царю, где на жизни Давида мы смотрим, как нам из того состояния, в котором мы пришли к Господу, прийти в то состояние, которое Бог, которым Бог хочет нас видеть. У него, у каждого, для каждого, так, из нас есть предназначение. Ты не просто человек, который случайно пришел сюда и хочешь научиться, как тебе жить по заповедям Божьим, ну, а если ты еще и будешь иметь при этом успех в жизни своей, это предел счастья или предел мечтания, о котором сегодня мечтают многие верующие. Но все не так. У Бога есть для тебя великое предназначение для каждого. И Он хочет именно через тебя творить великие дела. Потому что я однажды сказал, великий Бог творит великие дела. Мелкие творим мы сами. Бог, нам не надо твоих чудес, мы сами чудим, да? Поэтому Бог, а где мой гуслист-то вообще? Что такое происходит? Сергей, что такое? Я думаю, что-то не идет проповедь. Давай, давай, работай. Вообще просто расслабляются. Дедя и все. Сергей, давай. Либо мешай, либо помогай, но что-то делай. Поэтому Бог каждого из нас увидел еще до рождения, предопределил, призвал, благословил, дал предназначение, дал призвание, и Он хочет реализоваться через нас в этом мире. Мы, Его глаза, мы, Его ноги, мы, Его руки на этой земле. Бог есть Дух. Он не воплоти, Он был однажды воплоти, но Он избрал тебя, чтобы через тебя быть воплоти здесь, на земле, чтобы действовать через тебя. Не умоляй великого Бога. Реализовывай то побуждение, которое есть в тебе. Может быть, ты иногда сам пугаешься, что Бог тебе открывает, потому что оно больше тебя, величественнее тебя. Но не бойся этого, не ты будешь это делать. Тебе надо просто сказать, вот я, пошли меня, Господь. И когда Бог тебя пошлет, Он даст все необходимое, вспоможение, обеспечение. Он даст вспоможание, Он даст благодать. Но вот здесь есть вторая крайность, не возгордись. Потому что в один прекрасный момент, когда ты увидишь, что у тебя все получается, вдруг внутри тебя, вдруг внутри себя ты скажешь, не мои ли руки сделали все это? Не мой ли мозг придумал все это? Вот здесь опасность большая. Когда Бог дал Саулу царство, и Саул упал, он потом пришел к нему и сказал через провоку, не меньшим ли ты был? И вот всегда ты видишь, когда люди возгордились и упали, звучат такие слова, не меньшим ли ты был? И временных Павел говорит, обращаясь к нам, кто мы, да? Мы малозначащие люди, Бог избрал нас, ничтожных, можно так сказать, и через нас прославляется. И мы должны дать ему возможность сделать это. И мы сегодня смотрим на жизни Давида, который был просто пастухом, в которого не верил ли братья, не верил отец, но пришел пророк Божий и помазал его в царе. И мы смотрим, как он проходил вот этот путь от пастуха до царя. Это сегодня пятая проповедь. Мы не будем разбирать Давида, когда он уже стал царем. Мы будем смотреть именно вот этот путь от пастуха до царя. И там много есть разных вещей, которым нам надо научиться, которые нам надо взять в свою жизнь и применять. Последний раз мы говорили о том, что Давид после того, как был помазан на царство, не сразу попал в царский дворец и сел на трон, а возвратился к стаду, возвратился к тому месту, откуда, в принципе, был и взят и стал делать те же дела, которые, в принципе, и делал. Знаете, у нас-то работает по-другому, когда мы узнаем о себе, особенно от каких-то важных персон, от которых все зависит, или от Бога, что мы будем кем-то, мы уже не хотим делать те старые дела, потому что они как-то мелковаты для нас. Я уже помазанный царь, пасти стадо опять. Но Бог возвращает Давида именно туда, откуда взял. И начинается такой путь восхождения Давида. Я увидел, что в Божьем плане нет такого резкого взлета людей. Он может быть видимым, резким, но вначале Бог готовит этого человека, готовит его характер для того, чтобы, когда он возвысит его, этот человек не упал. Знаете, я однажды прочитал, как растет бамбук. Он говорит, три года, кто-то говорит, три года корнями своими уходит в землю, а наружу он небольшого росточка. Но потом, когда его корневая система формируется, он говорит, за день начинает расти до метра. За день, за сутки. Но до этого ты смотришь, маленький росточек. Но внутри корневая система, она распространяется, укрепляется. Вот Бог хочет так, чтобы наше основание вначале укрепилось, а потом он дает этот рост. И вот так же он готовит Давида, он сначала укрепляет его основание, а потом мгновенный рост. Так он готовит Иосифа, которого укрепляет основание, ров, дом Патифара, тюрьма, а потом за один день мгновенный рост. Так, может быть, он готовит и нас, и скорее всего, он так готовит сейчас тебя, брат и сестра. Может быть, ты не видишь сейчас вот этого видимого роста, но обрати внимание, что Бог делает внутри тебя, как Он готовит это основание для твоего роста, чтобы основание было тяжелее твоей головы. Знаете, я сегодня говорю, называю это обратный эффект неваляшки у христиан. Неваляшка, у нее тяжелое основание, и как бы ты ее ни крутил, она всегда становится на ноги, если можно так сказать, на это основание. А у христиан сегодня тяжелая голова от разных мыслей, откровений, и они всегда на голову падают. Не на основании стоят, а кувыркаются, на голову падают, потому что вот такая голова, и вот такое основание. Обисание говорит, насажденные в доме Господнем, они цветут в его дворах. Где ты сегодня насажден? Послушайте, там сказано в доме Господнем. Сегодня домом Господнем является церковь. И вот мы смотрим на Давида, который опять был возвращен к стаду, он опять пасет овец, может быть, он размышляет и думает, послушайте, а меня же в цари помазали, а почему я сейчас не на троне, а почему я сейчас не во дворце. Может быть, это волнует его, но он как-то справляется с этими мыслями и делает дело хорошо там, на поле. Он делает его качество, он не сидит, мечтает и не ждет, когда за ним придут и возьмут его и отведут за руку во дворец. Он делает то, что ему было поручено хорошо. Мы порой не так поступаем. И кто-то увидел его из слуг Сауловых на поле и сказал царю о том, что есть такой человек, который воинственен, с которым Бог и его приглашают во дворец и он становится во дворце простым музыкантом, придворным музыкантом. Он не становится, знаете, помощником Саула сразу. Он же помазан внутри себя. Ну, если во дворец, ну, как минимум помощником. Ладно уж не царем, но тогда помощником. Нет, он становится обыкновенным музыкантом. Он просто играет на гуслях для того, чтобы успокаивать царя Саула. Примерно так, как Сергей сейчас играет на гуслях для того, чтобы успокоить меня или, может быть, вас и создать такую атмосферу хорошую для сна. Кто хочет спать спокойного дня. Сергей делает это замечательно, создает такую атмосферу. И вот он играл на гуслях. Придворный музыкант. И когда мы читаем, мы читаем 1 царь 16 главу и послал Саул сказать Исею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благословения в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид взяв гусли, играл и от радни, и лучше становилось Саулу. И дух злой отступал от него. Здесь описано, чем занимался Давид во дворце. Он был лидером прославления. Правда заключается только в том, что группа его состояла из одного человека, из него самого. Пока еще никто не пришел в эту группу. А вот причина, по которой Давид был зван во дворец. Это 1 царь 16 глава 14 стих. А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. То есть от Саула отступил дух Господень и злой дух его возмущал от кого? От дьявола. От Господа. Друзья, Саула возмущал злой дух от Господа. И Давид был зван для того, чтобы обеспечить покой царю Саулу. Когда он играл, злой дух отходил. когда читаю эти слова, я не знаю, как их впихнуть сегодня в современную теологию. Потому что мы сегодня учим людей, что от Бога ничего злого не приходит. От Бога только добро. И когда ты говоришь, что Бог наказывает человека, люди возмущаются. Они говорят, это неправильная теология. Но здесь написано, что злой дух на Сауле был от Бога. И кто-то скажет, вы знаете, это Ветхий Завет. Самая распространенная такая теория Ветхий Завет. Мы сегодня все, что в Ветхом Завете находим, ну, такое, которое нас ограничивает, которое нас обрезает. Мы говорим, это Ветхий Завет. Но вот что нас благословляет Ветхом Завет, мы никогда не говорим, что это Ветхий Завет. Это нам дайте, а то на Тиван. Но когда я читаю Новый Завет, второе послание Коринфянам, 12 главу 7 стиха, всем известной стихи, я здесь нахожу следующее. Новый Завет читаю. Друзья, это не Ветхий Завет, это Новый Завет. И чтобы я не превозносился, пишет Павел, чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. И дальше, внимание, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя, благодатья моя, ибо сила моя совершается в немощи. Не до конца понятно, кем дано жало вплоть, и можно здесь спорить, скажут, ну, написано же, что Богом дано жало вплоть. Спорщики такие, любители теории благодати сплошной, они так и скажут, но здесь четко сказано о том, что Павел молил Бога, и Бог не убрал. И у меня тогда вопрос, то ли Бог слабее дьявола, то ли Бог допустил эту неприятность для Павла, и объяснил, почему достаточно для тебя благодати моей, и в немощи я являю свою силу. я хочу, чтобы ты был немощен, потому что если это убрать, ты так возгордишься, ты не будешь ходить со мной. И сегодня получается, что в жизни современного христианина Бог допускает трудности, может быть, он сам их не создает, но допускает, и порой то, что мы считаем для себя неудобным и плохим, на самом деле является для нас полезным и спасительным, и Бог, как никто другой, знает об этом. Поэтому все, что приходит в нашу жизнь от Бога, в итоге отказывается благом, даже если таковым на данный момент и не выглядит. Мы иногда входим в какие-то очень стесненные обстоятельства, и мы с ними сражаемся, а эти обстоятельства как раз и пришли от Бога в твою жизнь для того, чтобы смирить тебя, для того, чтобы ты взыскал его лица, и для того, чтобы потом все это обратить в твое благо. Потому что поэтому мы приходим к этому выводу, что от Бога только благое. Даже то, что не кажется нам благим, если оно от Бога, оно в итоге благое становится. Вот как это работает, а не так, что от Бога к тебе приходит все, что тебе нравится. Потому что мы благим называем то, что нам нравится, то, что нас удовлетворяет, то, что нас устраивает. Для нас это благо, а иногда наказание для тебя благо. А иногда смирение для тебя благо. А иногда, когда Бог тебя связал и повел туда, куда ты не хотел, для тебя благо. Поэтому все, что приходит от Бога, является благом. Но к великому моему сожалению, сегодня человечество сильно углубилось в гуманизм. Мы порой стали добрее, чем Бог. Добрее, чем Бог. Бог вот здесь хочет наказать, а мы простить и вывести из наказания. А гуманизм, что он делает? Он ставит в центр жизни человека. Мы, как личность, сегодня в центре жизни, а Бог сегодня должен обеспечивать нашу жизнь благом. То есть не Бог в центре, как это должно быть, а мы должны обеспечивать Его волю, исполнение Его воли. А мы сегодня в центре. А Бог должен благословить, исцелить, должен все сделать так, чтобы я жил и ни в чем не нуждался. И сегодня такие учения не так популярны. Чтобы сегодня быть популярным проповедником, надо говорить такие учения. Надо говорить, не надо десятин, все по благодати, не надо покаяния, пасторов не чтите, с женами разводитесь, с мужьями не сходитесь, все позволено, и все ура, аллилуйя, идем за этим проповедником. Как здорово. Но это не так. Далеко не так. И в нашем случае мы видим четко, что Бог наказал Саула за его непослушание тем, что его душу терзал злой дух от Бога именно. Но Библия говорит, что когда Давид играл на гуслях, интересно, злой дух от Бога отходил. И сегодня тема моей проповеди «Хвала и поклонение – ключ к победе». Хвала и поклонение – ключ к победе. Послушайте, в действиях Давида прослеживается элемент хвалы и поклонения. И вот какой можно сделать вывод из этого. Поклонение, послушайте, друзья, послушайте внимательно. Поклонение и хвала способны побудить Бога поменять свое решение. Бог решил, ты, Саул, будешь наказан мной, и я посылаю злой дух, и он будет тебя терзать. Это решение Бога, потому что злой дух был не от дьявола, а от Бога. Но когда Давид брал гуслях и начинал поклоняться, злой дух отходил, он не отходил сам. Он отходил по решению Бога, потому что поклонение способно побудить Бога, отменить свои какие-то страшные или решения к наказанию. И мы видим этот принцип по Библии. Помните, не вею, не вею, народ был приговорен к смертной казни, скажем так. Но пришел и он, и попроповедовал. Они посыпали голову пеплом, взяли пост и стали поклоняться Господу. И что случилось? Бог изменил свое решение. Мы видим этот принцип, как он работает. И здесь тоже Саул играет на гуслях, и дух злой отходит. Вернее, Давид играет на гуслях, и злой дух отходит от Саула. Второе, что мы можем сделать, какой мы можем сделать вывод. Друзья мои, в поклонении есть невероятно, послушайте, невероятно большая сила, способная приносить победу в твою жизнь. Над разными обстоятельствами, над разными ситуациями, невероятно большая сила. Посмотрите, в Ветхом Завете во второй книге Паралипоменон в 20 главе рассказывается история о царе Иосафате, который столкнулся с великим войском моавитян и аманитян. И сказано, что он убоялся, увидев такое великое множество. Но у него хватило разумения, чтобы искать лица Господа. Мы иногда начинаем искать помощи у людей, когда видим великое множество неприятностей, идущих в нашу жизнь. Но он взыскал лица Господа. Он собрал весь Израиль, и весь Израиль вошел в пост, стали взывать Господу и стали поклоняться Господу, стали словословить Господу. То есть они стали просто проводить вечер хвалы и поклонения на нашем современном языке. И написано, что на Израила сошел Дух Господень прямо посреди собрания, когда все общество иудеи, там иудеи участвовали, поклонялись Господу. И Израил, наполнившись Духом пророческим, встал и начал говорить пророчество. И вот он что сказал, одну фразу или одно предложение. Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Знаешь, Бог кому-то сегодня говорит, не твоя война, а Божья. Я буду сражаться. Ты просто доверяй мне. Ты просто встань за меня, а не впереди меня. Бог сегодня ведет брань в твоей жизни. И дальше написано, 20 стих. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, с 20 стиха мы читаем. И встали они рано утром и выступили в пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосифат и сказал, послушайте меня, иудеи, и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам. Смотрите, два условия говорят, верьте Господу, а потом говорят, верьте своим лидерам. Не просто говорят, верьте Господу и все нормально будет. Он говорит, верьте Господу и верьте пасторам. И будет успех вам. Друзья мои, две вещи надо делать в жизни, чтобы быть успешным. Верить Господу, то, что ты читаешь слово и получаешь молитвы, и верить пасторам. И будет успех в твоей жизни. А кто мой пастор, вопрос, да? Иисус, да, ответ такой. А зачем мне верить двоим? Я буду верить в одном лице. Потому что и Бог, и пастор мой Иисус. Но здесь он говорит по-другому. Посмотрите, совещался он с народом и поставил, внимание, певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди, вооруженных, словословили и говорили, славьте Господа, ибо вовек милость Его. И в то время, послушайте, скажи, в то время, как они, а кто они? Певцы. Посмотрите, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, мавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и мавитяне на обитателе горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. Здесь написано, друзья мои, что в то время, когда певцы восклицали, враги возбудились друг против друга и стали уничтожать друг друга. Другими словами, в то время, как евреи поклонялись и словословили или хвалили Господа, Бога враги уничтожили друг друга. Послушай меня внимательно. В то время, как ты искренне поклоняешься и славишь Бога, твои враги, твои проблемы уничтожают друг друга сами по себе сверхъестественным образом. Вот насколько сильно поклонение и словословие. А мы начинаем поклонение с 30% зала, потому что все остальные борются со своими врагами сами. Если хочешь, чтобы Бог был на твоей стороне, начни словословить Его, начни поклоняться Ему, приходи за полчаса до собрания, чтобы здесь стоять в момент, когда наша группа поклонения и прославления славит, и славить вместе с ними. И когда ты будешь это делать, ты увидишь, как твои проблемы сами собой будут уничтожать себя. Они будут сталкиваться и уничтожать себя. Как это может быть? Да я не знаю, Бог сверхъестественный. Если бы можно было бы все объяснить, тогда бы Бог был естественный. Но Он сверхъестественный. Был таким и есть таким. И я верю не в прагматичного Бога, а сверхъестественного Бога, который совершает чудеса и знамения. И каким образом Он это делает, мне вообще не надо знать. Мне просто надо в это верить. Хвала и поклонение, друзья, имеют огромную силу, приносящую победу в нашу жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok